Тельцы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на июль месяц. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца. И первая карта для вас в начале месяца – Паж Мечей. Бороться за свое место под солнцем. Бороться за свои какие-то достижения. Может, какое-то желание у вас есть. Но то, что в начале месяца у вас идет борьба, но борьба за свое, конечно, но не за чужое. Давайте посмотрим следующая карта в начале. Карта силы. Высшие силы будут на вашей стороне. Они будут вам помогать на протяжении всего месяца. Но еще, говорится, это карта успокоить свои эмоции. Успокоить того зверя, который внутри вас. Потому что если вы сумеете это сделать так, как мужчины, так и женщины, то у вас идет наоборот какой-то взлетная полоса, какое-то духовное взросление. Вы становитесь умнее, вы становитесь сильнее. Здесь нужно как-то научиться успокоить вот этого зверя, который есть внутри вас. Вы можете сильно эмоционально. У вас нет терпения какой-то. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Туз кубков. Знаете, наполнение вашей энергии. Здесь наполнение ваших ресурсов. Может для некоторых эта карта говорить, что очень долго боролись для того, чтобы забеременеть. И здесь случится то, что вы можете, женщина, забеременеть. Потому что здесь высшие силы будут дать эти возможности. Здесь есть возможности для некоторой женщины, что у вас будет, знаете, вы можете узнать о беременности. Давайте посмотрим следующая карта на середине для вас. Карта четверка жезла. Партнерство. Доверие друг к другу. Здесь это те, которые находятся в отношениях. Хочу сказать, что вы можете это однозначно узнать про беременность. Потому что здесь есть и гармонизация. Здесь есть и доверие к человеку. Здесь есть и поддержка. И вы можете это спокойно друг друга наполнить. Конечно, мои дорогие, еще эта карта говорит о том, что может быть то, что от вас на середине месяца попросит какой-то совет. Может какая-то поддержка кто-то. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Для вас это десятка жезлов. Я и так и сказала, что попросит кто-то помощь. Но и для вас это будет как тяжелые ноши. Для вас это будет как тяжелый груз. Вот для того, чтобы вы помогали кому-то, сначала подумайте, кто этот человек. И вообще, даже если нуждается, нужно все-таки бороться за себя, а не за кого-то чужого. Может помочь кому-то выйти из каких-то ситуаций. Здесь как мужчина, так женщина. Еще говорится, может быть о том, что здесь карта еще родовая система. У вас как будто как тяжелый груз. Вы можете таскать что-то из прошлого. Вы можете, вы знаете, как-то не видеть какие-то дороги из-за того, что у вас загрязненная эта родовая программа. Это здесь может и требовать вам бороться за это. Попросите у высших силы очищаться и наполняться новой гармонизацией. Сделать себя. Может поставить защиту, освобождаться от вот этой родовой программы, которая у вас тянется. Но давайте посмотрим следующая карта, карта мира. Защищать себя. Вот именно как круг себе поставить, может это даже и говорит защита. И постарайтесь вот именно на середине месяца, не из-за этого, что у вас что-то может не получается. Может у вас что-то какой-то груз на душе, может даже именно ваша душа, вот именно вы себя не будете, важно себя чувствовать. Постарайтесь в середине все-таки сохранить те позиции, те ситуации, те самого себя, да, внутренний ваш мир сохранить на середине месяца. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это двойка мечей. Двойка мечей говорит о том, что вы должны, знаете, может быть закрыться. Может быть не допускать, да, не допускать людей, которые не нужны в вашей жизни. Для того, чтобы вы не чувствовали себя плохо, вы все-таки должны поставить какие-то, знаете, может какие-то условия даже поставить, да, объяснить человеку, что вас не устраивает. Да, но у вас как будто тупиковая, у вас, вы знаете, и даже тупиковая ситуация, но в то же время будет как будто вы защищаетесь от тебя, от чего-то. Вот и те, которые я сказала, что это по родовой, да, здесь может требуется вот именно защита, да, закрыть себя, попросить высших сил, освобождаться от вот этот груз, который вы можете тянете, вы тянете, ваши дети, ваши внуки и дальше. Давайте посмотрим следующая карта для вас на конец месяца. Королева мечей. Это может быть или обращение к мастеру, да, или то, что вы должны понимать вообще, что вы имеете на сегодняшний день, с кем вы должны общаться, в каких отношениях, от кого вы должны освобождаться, да. Здесь может быть просто прекращать с кем-то общаться, это может быть или, знаете, два человека, да, у вас может быть с кем вы должны прекращать общение. Но это общение вы должны сами понять, потому что здесь как будто вы очень сильно доверяете, вы все это как бы рассказываете этим людям. Но то, что вам нужно расчистить свой путь вот в конце месяца, это однозначно. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета, что вам высшие силы советуют для вас. Карта императора. Ваша строгость, ваш контроль, ваша уверенность. Если вы понимаете, что что-то, вот для некоторых хочу сказать, что вы понимаете, что у вас тянется с прошлого, какие-то ситуации одинаковые, так как у ваших дедушка, бабушка или там родители, то вы должны как-то вот эти обрубки сделать, да, вы освобождаться. Мужчина и женщина, от вас требуется вот именно вот месяц, вот этот июль, больше контроль, больше уверенность, больше научиться, может научиться, знаете, контролировать своих эмоций. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по новому телефону, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.